Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Божьев. И сегодня хочу ответить на очень распространённый вопрос. Многие люди спрашивают, а чего у людей полнее? Чего вообще набирается лишний вес? А как его убрать? Вот эту тему хочу сегодня раскрыть. Самых устремлённых, готовых взять ответственность за своё здоровье в собственные руки, я приглашаю в клуб «Школы здоровья». Там я научу вас справляться со своими заболеваниями. Дело в том, что традиционно как-то у нас лишний вес в медицине принято списывать на избыточное потребление питательных веществ. По типу приход минус расход равно остаток. К сожалению, именно поэтому у нас существует наука диетология, именно поэтому у нас существует наука нутрициология, потому что людей, у которых возникает избыточный вес достаточно много, а как от него избавиться, никто не знает. То есть знают, но идут по одному пути, который я только что озвучил. То есть уменьшение потребления питательных веществ. На самом деле это, пожалуй, наиболее редкий вариант возникновения избыточного веса. Почему? А элементарно просто. Потому что у нас есть пищеварительный тракт, у которого есть КПД – коэффициент полезного действия. Коэффициент полезного действия нашего пищеварительного тракта никогда не бывает 100%. То есть наше тело никогда не может усвоить 100% съеденной нами пищи. Такого не бывает. Как правило, к 35-40 годам, к возрасту 35-40 лет, КПД в среднем, КПД нашего пищеварительного тракта, бывает где-то 35-40%, не больше. Почему? Потому что за начальный период нашей жизни возникают всевозможные проблемы. Здесь много проблем, и я не буду их все озвучивать. Это и забивание нашего пищеварительного тракта, нашего желудочно-кишечного тракта остаточными веществами, которые там находятся, шлаками всякими, зашлаковыванием. Это неправильное употребление, то есть не тех питательных веществ, которые нам нужны, и так далее, и так далее, и так далее. Это много всяких механизмов, которые, начиная буквально с нашего рождения, с тех пор, как мы перестали питаться материнским молоком, а перешли на какой-то прикорм, то есть на какую-то стороннюю пищу, они начинают оказывать влияние на работу нашего желудочно-кишечного тракта. Поскольку система питания у нас не отработана, вернее, отработана в привычном смысле, есть привычное питание у наших родителей, поведение которых мы копируем, и, соответственно, питание которых мы тоже копируем. Но поскольку система управления миром делает все, чтобы продукты, которые мы употребляли, становились все хуже и хуже, еще больше и больше нам вредили, соответственно, у них это получается все делать, и, к сожалению, те продукты, которые мы имеем возможность покупать в магазинах, они далеки от тех продуктов, которые были бы полезны нашему телу. К сожалению, это факт. Поэтому, естественно, что да, действительно, с течением времени КПД, коэффициент полезного действия нашего желудочно-чишечного тракта, снижается. Современная медицина предлагает лечить, соответственно, убирать полноту именно ограничением потребления продуктов. Но поскольку у нас КПД нашего желудочно-чишечного тракта снижен, снижен самим желудочно-кишечным трактом, то есть нашим телом, то как только мы садимся на какую-то диету, начинаем в чём-то отказывать, в каких-то продуктах себе отказывать или минимизировать их, а организму этих продуктов может начать не хватать, то сразу же, естественно, автоматически, как следствие того, что мы снизили потребление этих продуктов, то есть сели на какую-то диету, сразу организм начинает увеличивать КПД усвоения этих продуктов. Ну, как защитная реакция от того, что мы делаем. Поэтому практика показывает, что когда человек садится на какую-то диету, да, сначала, сидя на этой диете, он может сбросить лишний вес. И много для этого придумано всяческих диет, которые на самом деле являются бизнесом, не имеют никакого отношения к здоровью. Но, тем не менее, люди пользуются, не понимая, садятся на эти диеты, используют их для того, чтобы похудеть. И многим даже удается похудеть. Но после того, как человек сходит с этой диеты, невозможно постоянно себя ограничить в каких-то продуктах, потому что все нам нужно, и там есть какие-то вещества, которые нужны, и там, и там. Поэтому полностью избегать потребления каких-то продуктов просто всю жизнь невозможно. Посмотрите, например, на веганов, да? Ну, сейчас дойду. Так вот, через какое-то время, соответственно, КПД кишечника начинает увеличиваться, и когда человек возвращается, опять начинают употреблять эти продукты, он не просто набирает вес, он набирает вес с лихвой, то есть больше, чем сбросил. Почему? А потому что за вот эта диета способствовала тому, что КПД кишечника повысилось. Если была, например, 35%, осталось 70%. Вот, и сразу же начались усваиваться продукты, гораздо больше, гораздо сильнее, вес опять набрался. Пример веганов хотел привести по одной простой причине. Потому что, знаете, есть вегетарианцы, есть веганы. Чем они отличаются друг от друга? Вегетарианцы могут есть какие-то животные белки и жиры. Ну, например, вегетарианцы, например, ест только яйца из всего животного, да? Или там икру только рыбью, или только рыбу. А веганы вообще никакой животной пищи не употребляют. Ни белковой, ни жировой. То есть ни жиры, ни белки животные у них нету в их диете. Только растительные. Поскольку растительные белки не содержат тех аминокислот, которые есть в животных, в белках, то, естественно, а у нас-то наше тело-то состоит из животных белков, естественно, нехватка этих аминокислот через какое-то время приводит к развитию заболеваний. И я знаю, ко мне обращались много уже веганов, которые вынуждены были через 6-7-8 лет веганства вернуться к употреблению каких-то животных белков и жиров. Почему? А потому что они начали болеть. Потому что недостаток вот этих веществ, которые содержатся в животных, продуктах животного происхождения, он дает себя знать. Обязательно. Поэтому всевозможные диеты – это так... Да, есть заболевания, которые требуют определенных диет, но в большинстве случаев это делать не надо. Поэтому лечить, пытаться вылечить излишний вес тем, чтобы употреблять меньше продуктов – это достаточно большое просто, если не сказать глупость, просто непонимание того, как все устроено. Ну, взять хотя бы просто банально на жизнь посмотреть. Ведь у каждого из нас есть знакомые, которые жрут все подряд. И худенькие, и стройненькие. А есть люди, которые... Ой, это не буду, это нельзя, это... А вот такие толстые. Почему? А потому что все совсем не так. То есть причина избыточного веса чаще всего никакого отношения к приходу минус расходу равно остаток не имеет. Эта формула, да, может работать, но чаще всего все совсем немножко по-другому устроено. А как устроено? Помимо вот этой формулы, есть еще две основных причины развития полноты. Самая основная причина развития полноты – это ненормальная работа эндокринной нервной системы. Дело в том, что у нас есть центральная нервная система, которая управляет работой нашего тела. И это, в частности, одним из видов этого управления является эндокринная нервная система. Но вы знаете, у нас управление идет по нервам, да, это вегетативная нервная система и произвольная нервная система. А помимо этого есть еще гормональное управление. То есть всеми нашими органами управляют еще и гормоны. И вот эта гормональная система называется эндокринная система. Она управляется тоже определенными отделами головного мозга. Но, помимо этого, у нас есть еще органы эндокринной системы внутри нашего тела. Это та же самая щитовидная железа, да, те же самые надпочечники, яичники у женщин, яички у мужчин и так далее. Есть у нас еще несколько эндокринных желез, которые тоже управляют работой нашего тела. И вот эта вся система должна работать сбалансированно. И как мы говорили, когда мы говорили про вегетативную нервную систему, да, что там есть аналогия с энергиями в нашем теле, и здесь, к сожалению, или к счастью, не знаю, здесь то же самое. У нас есть мужская энергия и женская энергия. И весь гормональный баланс работы нашей эндокринной системы, он тоже построен на балансе вот этой вот балансированности эндокринной мужской и женской энергии. Проявляется это через железы внутренней секреции и выработку, соответственно, мужских или женских половых гормонов, да. Но эта эндокринка зависит непосредственно от работы энергии, да. Ну, например, работа яичек стимулируется мужской энергией, энергии ян. Работа яичников у женщин стимулируется женской энергией, работой энергии инь. Соответственно, при нарушении той или иной энергии, при нарушении баланса, будет возникать вот этот дисбаланс, уже гормональный эндокринный дисбаланс, что приходится наблюдать очень часто. И часто, когда вот женщины приходят, говорят, у меня-то вот избыточная полнота, вот я хочу избавиться от лишнего веса. Вот что мне нужно? И тестируем, смотрим причины. И, как правило, оказывается вот этот именно энергетический, эндокринный, который проявляется в эндокринном варианте, дисбаланс. Так оно все есть. Это вторая, наиболее частая причина полноты. Сам человек, к сожалению, не поняв чего, где и как, эту проблему не решит. Здесь надо выяснить, какой энергии у него недостаточно, какой избыточно, да, и, соответственно, провести балансировку. Это может быть и на уровне меридианов, и на уровне чудесных сосудов, и на уровне каналов иньян, и, может быть, еще на уровне самой эндокринной системы, потому что нарушение условий работы головного мозга, естественно, может нарушать работу эндокринной системы тоже. То есть вот много всяких факторов, поэтому сам человек определит причину. Может, это надо тестировать, смотреть. И третий случай избыточного веса, возникновения избыточного веса полноты связан, как правило, с нарушением лимфатического оттока, то есть с возникновением отеков у людей. Если нарушается лимфатический отток, то тоже, получается, жидкость в тканях застаивается. Это приводит к избыточному весу и такому отечному состоянию ткани. То тоже само по себе очень плохо. Почему? Потому что проблема не только в том, что вес стал больше, а проблема в том, что отеки нарушают, опять-таки, кровоснабжение тканей. И когда мы говорили, помните, про онкологию, что вся онкология растет на отеках. Почему? А потому что отеки нарушают условия работы наших клеток, в том числе иммунных клеток, которые находятся у наших в тканях. И, соответственно, снижение условий работы наших иммунных клеток в тканях, оно способствует тому, что могут возникать онкоклетки, раковые клетки. То есть эти все тоже условия. Но здесь как раз это тот момент, когда человек сам себе может достаточно несложно помочь. Почему? Потому что у нас два основных фактора лимфатического оттока, которые, если работают полноценно и хорошо, то никаких отеков у вас возникать не будет. Первое – это мышечная работа. То есть когда у нас мышцы сжимаются, они проталкивают лимфу и венозную кровь по сосудам. И, соответственно, лимфа не застаивается и не возникает отек. А второй фактор – это брюшное дыхание, диафрагмальное дыхание. Потому что когда мы спим, у нас мышцы не работают. А, соответственно, если диафрагма не дышит, не работает, тогда будут возникать отеки после сна. Человек встает отечным, потом там расходится 15-20 минут, отеки уходят. То есть вот два основных фактора лимфатического оттока – это мышечная работа и брюшное дыхание. Соответственно, если человек ведет достаточно подвижный образ жизни, то у него отеков не будет. И если у него не работает диафрагма, то нужно восстановить рефилер брюшного дыхания. То есть утром, вечером по 10 минут дышать с животом. За две недели, ну, практика показывает, что за две недели реально это все восстанавливается. Человек переходит на автоматическое брюшное дыхание. Ну, если, конечно, он опять не продолжает нервничать. Почему? Потому что сжимается диафрагма и нарушается, соответственно, брюшное дыхание тогда, когда мы много нервничаем. Тогда происходит спазл диафрагмы, и мы начинаем, переходим с брюшного дыхания на грудной тип дыхания. Соответственно, чтобы восстановить, нужно не нервничать или отрабатывать свой стресс и физической нагрузкой до пота, и восстановить рефлекс брюшного дыхания, и вести достаточно активный образ жизни. Вот то, что вам поможет избавиться от отечности своих тканей, и, соответственно, убрать лишний вес. Благодарю вас. Всего доброго. Будьте здоровы. Если вам было полезно это видео, я прошу вас поставить лайк, потому что тогда и другие люди смогут его больше видеть. А также подписывайтесь на канал. Я здесь несколько раз в неделю рассказываю о методах самостоятельного восстановления здоровья. Продолжение следует...